Друзья, мы в Монголии, страна вечного синего неба, как называют ее сами монгольцы. Я не знаю, что создает вот этот эффект глубокого, синего, действительно голубого, безграничного неба. Примерно то же самое в Аргентине, но не знаю, что создает вот этот эффект, но здесь действительно бездонное небо. Я всегда думал, я, правда, второй раз был на реконессансе еще здесь, но всегда думал, что Монголия – это степная страна, плоская, как стол, равнина, ну, ничего подобного. Видите, вокруг нас ландшафты – это холмы, 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 и между ними есть долины, действительно. Но вот и спецучасток, соответственно, его конфигурация сегодня – 200 с лишним километров – была продиктована вот этим вот ландшафтом. Вы знаете, что два предыдущих этапа не очень хорошо, скажем так, складывалась ситуация на маршруте для грузовиков команды «Камазмастер». Сегодня ситуация немножко исправилась, лидирует по итогам этапа Андрей Каргинов, сумел отыграть около трех минут у лидировавшего в генеральной классификации до вчерашнего дня Сергея Визовича около трех минут. И сейчас в генеральной классификации Визович пока первый, но сокращено от него отставание первого командского экипажа до трех минут. Ну, ждем ребят здесь на биваке, они сами расскажут, что сегодня происходило, интересно послушать эту информацию с первых уст. А пока вот просто покажу вам, какой бивачный лагерь приготовили для нас монгольские власти, монгольская страна. Очень гостеприимно, очень хороший обед уже был организован. Посмотрите на вот эти вот солдатские палатки. Можно не ездить в город, в отель, кто хочет жить в комфортных условиях, а поселиться вот здесь вот. А давайте заглянем еще в юрту, для интереса. Вполне себе комфортное жилье. Кровати с матрасами, мягкие, абсолютно все новое. Это, в общем, очень ценно в условиях гонки, чтобы спать ночью. Здесь будет холодно, здесь будет ветрено, пыльно, а вот в этой палатке очень уютно и такой вот национальный колорит. Почему еще? Очень хорошо, что есть эти юрты и палатки. До столицы Улан-Батора около часа езды. Это новый аэродром совершенно, еще не открытый для пассажиров. Вот мы здесь, на его территории. То есть до Улан-Батора ехать довольно прилично. А вечером в монгольской столице еще бывают мощнейшие пробки. И поэтому, если ты захочешь добраться поспать в гостинице, то можешь убить на это 2-3 часа. Поэтому огромное спасибо еще раз гостеприимным монголам за вот этот палаточный городок. Привыкали к Монголии, потому что первый раз здесь такие дорожки интересные, опасные местами. Поэтому медленнее проехали, чем, наверное, могли бы, но зато без происшествий. Это Монголия, тут всюду миллион дорог, ты выезжаешь, тебе написано прямо, а там их 5 штук, сойдутся они, не сойдутся. Ну, в общем, вот в этом смысле было интересно. Кто-то проволоку из забора намотал, по-моему, но мы объехали. Поехали, начали догонять впереди идущий грузовик Бринка. Как раз Антон объехал его, вот и мы очень долго тоже за Бринком к нему подкрадывались, подкрадывались. И в конце уже начались скоростные участки, где на максималке уже было сложно что-то сделать. Мы в пыль, в границу пыли становились и вот ехали за ним. К сожалению, не получилось его объехать. Но по времени мы впереди него. Это радует, что стартовать будем завтра впереди. И есть шансы еще побороться. В принципе, машина тоже себя хорошо показывает. Мы тоже очень много нововведений и в подвеске кабины, и в подвеске. Мы тоже к этому, так сказать, привыкаем, вкатываемся, потому что есть свои нюансы, где нужно еще чуть-чуть с настройками поработать. Ну, так все хорошо, все идет своим чередом. И сегодня было важно не ошибиться, потому что резкая смена темпа, грунта, который совершенно сильно кардинально отличается тем, что было вчера. И тут, конечно, нужно было быстро перестроиться. У Бринка были проблемы. То есть он на финиш доехал, так сказать, на честном слове, только с сильно поврежденной трансмиссией, подвеской. То есть у него колесо практически оторвано. Но это где-то прямо перед финишем, похоже, случилось. То есть сегодня можно было очень много там дел натворить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Антон, с финишем поздравляем. Как сегодня прошло все? В целом нормально. Единственная проблема была сегодня, это пыльные дороги как раз. И где-то пришлось посидеть за другими участниками. То есть на протяжении так, ну, приличных километров. Слушай, ну, по вчерашнему дню тоже немножко остались вопросы. Во-первых, давай уточним, что ты вчера менял колесо. Это так же, да? Ну да, пришлось поменять колесо. Около 8 минут где-то у нас заняло это. Ну, и потом в печатном релизе мы написали ваши цитаты с Сергеем Визовичем, что, ну, был там такое непонимание, когда он не пропускал вроде как, да? Но, со слов Сергея, он получил только один сигнал в машину от Сентинелли, когда ты сигналил сзади. Вы смогли поговорить с ним после всего этого с глазу на глаз? Какое-то понимание ситуации есть, нет? Ну, конечно, поговорили все нормальные люди, спокойно пообщались, посмотрели их прибор, посмотрели свои приборы. У нас даже претензии были не в сторону Сергея, а как раз чтобы организаторы проверили приборы, потому что это безопасность. И, как выяснилось, действительно дошел один только сигнал до них, и то организатор говорит, что это метраж был слишком далеко, 300 с чем-то метров, хотя должен 200, но визуально мы видели, что они, конечно, ближе, то есть это какая-то, ну, либо приборы так работают, либо непонятно, но, в общем, как бы Сергей тоже подошел, сказал, ты уж пойми, что если бы у нас был реальный сигнал, мы бы, конечно, себя пропустили. Но я думаю, это так и есть, конечно, так что пообщались, все нормально, никаких... Ну, я специально хочу этим комментариям снять все там недоговорки какие-то, догадки, ну, действительно, наверное, не было никаких проблем, по факту сигнал принял один раз и не услышал, и было узко, со слов Сергея, поэтому я думаю, все нормально, инцидент этот исчерпан, в принципе. Что еще, вот ты в Монголию заехал, что интересного тебе показалось, как изменился ландшафт? Ну, сегодня, конечно, интересно, похоже на Казахстан, такие же степи, но единственное, Монголия отличает от Казахстана, это большие вот эти сопки, холмы, довольно-таки зелено, ну, интересно, глаз немного радует, когда, в отличие от того, что все так серое и уже выгоревшее, но интересная трасса, да, единственное, вот когда был бы посильнее ветер, хотя бы, может, эту пыль сдувало, сегодня, к сожалению, его не было, но, в целом, проехали ровно, нормально, я надеюсь, что хороший результат, в принципе, темп был надежный и, ну, для нас нормально. А сусликов много? Ну, прилично. Хороший спецучасток, так сказать, те спецучастки, которые мы любим, наши машины любят, наши экипажи любят, но, к сожалению, подпортило то, что на 10-м километре догнали МАЗ Вишневского, и до 50-го километра не могли 40 километров подобраться, просто в пыли все, ветра нету, и, ну, я думаю, на этом очень много проиграли. И потом, в последующем уже, значит, начали джипы догонять, квадроциклы, баги, и, ну, то есть, не было того еще темпа, который, может, было, я думаю, темпы были еще лучше, но, вот, к сожалению, вот погода. Открытые степи, просматриваемая дорога, но есть, конечно, и холмы, где, вылетая из холма, ты должен быть на чеку, дорога может уйти влево-вправо, опять же, зрители стоят, как всегда, на холмах смотрят, и они не понимают, что у грузовика другая траектория. Это и было бездорожье, где-то вот убойное, ну, то есть, все, все то, что мы любим. Поэтому, если завтра повторить такой спецучасток, то постараемся вот так же с удовольствием проехать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!